Газовое оборудование в домах, считаете ли вы, что это опасно? Конечно. Но индивидуальным пользами, во-первых, не всегда люди понимают, что можно сделать с тем же газовым оборудованием. Это какой-то инструктаж определенный каждый должен пройти. И потом часто это пожилые люди, которые, в общем-то, не всегда адекватны в своих поступках. Нужен контроль, а контроля как такового нет. Система газообеспечения не работает. Один раз в год придут посмотреть, это ерунда все, конечно. Нужно немедленно менять всю систему охраны, частные собственности, квартиры, регулярно ходить. Если соблюдать все правила, я считаю, что нет. Если люди следят за газовым оборудованием, то вполне достаточно всего этого. Я не знаю. И за электричеством тоже нужно следить. Специалисты должны следить. Вот я вам говорю, вызвала управляющую компанию. До сих пор нет. Вот так вот. Сгорим и все. Кто? Вот. И это тоже так же, наверное, люди вызывают, приглашают. Никакой у нас управляющей компании, никакой реакции. Без газа тоже нельзя. И без газа нельзя тоже. Я в этом не специалист. Хотелось бы, конечно, чтобы было безопасно. А что лучше, решают люди специалисты. Конечно, опасно. Как же не опасно? Надо проверять ходить им всем, а то никому не надо ничего. Поэтому вот такая ерунда и получается. Газовики, они должны ходить по квартирам, по подвалам смотреть. А у нас никому ничего не надо, поэтому вот так и получается. Лучше убрать. Потому что, ладно, это частный дом, как бы ты контролируешь. А с других соседей ты не сможешь проконтролировать. Газовое оборудование в домах считаете ли вы, что оно опасно? При правильной эксплуатации считаю, что нет. Я думаю, что при правильном понимании стороны муниципалитета и служб вполне может стоять. У нас дома стоит газовое оборудование. Все. Спасибо.